Сегодня у нас продолжение лекции, посвященной эстетической категории ужасного. И, в общем-то, мы начнем с того самого момента, где прекратилась прошлая лекция, а именно с работы Джорджа Агамбина «Хомо Сакер». На самом деле, это не одна книга, это многотомное издание. Издание очень интересное, и, как вы уже выяснили, само понятие «Хомо Сакер», оно, в общем-то, переводит в неразрешимость священная и отверженная. Сакер одновременно означает и то, и другое, только необыденное. Это то, что выходит за пределы обычной, привычной для нас реальности. И Джорджа Агамбин в этой книге дает совершенно гениальную подсказку, при помощи которой можно понять, как функционирует отверженно. В данном случае под отверженно можно понимать, как безобразное, так и отчасти ужасное. Вот такой механизм псинофобии, он, в общем-то, знаком каждому. Так делят и первичные, и примордиальные народности, и все вокруг. Так делим мир отчасти и мы с вами. Понятно, что в какой-то степени это нивелируется, но, тем не менее, вполне заметно присутствует достаточно часто, когда речь заходит о каких-то конфликтных ситуациях, на наше и не наше. То, что с нами так или иначе не соприкасается, то, что не попадает в ту же самосную решетку координат, которую принимаем мы. Однако, Агамбин предлагает значительно более изысканную модель функционирования этой самой псинофобии, которая зачастую даже уже не выглядит своего рода отторжением иного. Она как бы его принимает, но принимает весьма специфическим образом. И для того, чтобы это продемонстрировать наиболее наглядно, я обращусь к религиозным концепциям, ибо на их примере сделать это проще всего просто. Функционирует это где угу и как угу. Ну, возьмем две такие оппозитные религиозные системы, как ортодоксальное христианство и гностическое христианство. В общем-то, возникающие фактически в одно и то же время. И пребывавшие на протяжении первых веков христианского учения в весьма и весьма радикальных контурах. В чем была основная проблема? Дело в том, что любые мировоззренческие системы, особенно религиозные мировоззренческие системы, всегда в какой-то мере равнообъемные. Потому что они претендуют на включение в себя всего мироздания. Они описывают его вовсе. И получается, что описывая мир в целокупности, тем не менее исходят из разных оснований. А это значит, что одна система включить другую не может по определению. Они равнообъемные. И это может вызвать определенную тревогу и даже ужас, потому что указывает на нехватку в каждой из этих систем. И для того, чтобы изжить эту самую тревогу, представленную обозначенной нехваткой, в общем-то и помогает логическая процедура включения через исключение. Мы как бы вычеркиваем чужую систему, говорим о ее невозможности, бессмысленности или юридичности. Тем самым, казалось бы, устраняем ее из своей системы, но это только внешний показ. Так как в чужой системе, в нашей, на самом деле никогда не было. Они равнообъемные. А этим жестом, на самом деле, мы не исключаем чужое мнение, а наоборот включаем его в свою систему на правах ереси, чего-то ложного, маловажного и находящегося уже не за пределами нашей ценностной системы координат, а внутри нее, но на границе, на периферии. Там, где находится все наименее ценное. Здесь две равнообъемные модели, включить одну в другую просто нельзя. Здесь, ну, вторая попадает куда-то сюда. Она становится резко, сильно меньше. То есть, факт исключения именно не упоминания, не избегания чужой модели, а сознательного исключения ее из своей, с декларацией этого исключения. Происходит включение этой системы в нашу, куда-то на ее самую окраину. Это очень любопытный такой пример, очень интересная логическая процедура, с которой любит играться такой философ, как слабой жижик. Важнейшая фигура для современной философии, очень много сделавшей и для пропаганды современной мысли, активист, психоаналитик, развивающий и популяризирующий идеи Лакана. Для кого? Славой Жижик в своей лекции, которую он устроумно назвал «Реальность виртуального», она есть в интернет-сети, пытается дойти до самой сути такого типа антагонизма. И, как политический философ, он преподносит это на примере конфликта идеологии. Но, на самом деле, проблематика, затрагиваемая им, может относиться к чему? То есть, она может быть трактованно несоизмерима. Так вот, Жижик высказывает следующую мысль. Невозможно найти нейтральную позицию, с которой можно было бы провести различия между, к примеру, правыми и левыми. Так как деление на правых и левых, у самих правых и левых, не только пролегает в совершенно различной политической плоскости, но и имеет совершенно различные идеологически отправные точки. Согласно Жижику, когда мы делим кого-то на тех же правых и левых, мы незаметно для себя уже выбрали точку отсчета, правую или левую. И именно из этой точки, включенной в саму проблематику нашего деления, и пытаемся провести эту операцию. Вывод философа, как всегда, бескомпромиссен. Первичным всегда оказывается сам раскол. А то, что его прикрывает в виде антагонизма правых, левых, ортодоксов, гностиков, кого угодно еще, верующих, атеистов, это всего лишь внешние следствия фундаментального первичного метафизического нащепления нашей реальности как таковой. Вот это и есть основное действие образца. Присвоить это нельзя. Никак. Советую, если будет время, послушать эту лекцию, либо эта крошечная часть из нее, я не претендую на раскрытие всей концепции Жижика, просто остальные ее части к нашей теме не имеют ни малейшего. Итог, который здесь можно подвести под этим блоком мыслей, то, что в ксенофобии работает не бинарная позиция, а более сложная структура. Я попытался изобразить ее, но здесь я ее изобразил симметрично, это на самом деле не так, в жизни она всегда асимметрична. Просто, чтобы было наглядно пока, да, первый этап. На самом деле конфликт идет параллельно тут и тут между двумя совершенно не пересекающимися близкостями. Поэтому его итог предсказать нельзя никаким образом. На самом деле это выглядит не так. То, что между ними ничего общего нет. Есть одна модель реальности, которая включает другую по типу исключения ее, то есть на правах ложных. И другая совершенно параллельная вселенная, которая опять же включает ту на правах ложных. Их взаимодействие реальное исключено. Они взаимодействуют лишь следствием того, что происходит в каждой из этих систем. Потому что, естественно, следствия некие волну доходят и будут уже включаться как в одну, так и в другую реальность. И это очень много способно прояснить на самом деле категорию ужасного. Потому что ужасает нас именно и на бытие. То, что выходит за рамки, воспринимаемые нами реальностью. Но существование чего мы способны почувствовать, показываем им на наш мир воздействие. Второй вопрос. Как мы вообще узнаем, что есть какой-то другой мир? Ну, в кавычках, естественно. То есть мир другого. Мир другого человека, другого народа и так далее. Если это мировоззрение вообще находится за пределами нашей концептуальной реальности. Попытаюсь это выяснить на схеме. Я вообще не мастер рисовать схемы, но если приходится говорить о очень сложных вещах очень-очень быстро, проще это сделать таким образом. И если нужно сделать некую топографию философской реальности, реалий философских понятий, как они функционируют, то, в общем-то, познакомить вас на этой схеме с этими вещами будет проще. Есть красная точка. Это некое событие, предмет, ситуация, все что угодно. То, что сейчас происходит, на что устремлен ваш взгляд. Есть взгляд номер один. Это позиция Я. Здесь условно она обозначена внизу, на самом деле понятно, что она внутри ценностной системы, она в центре себя. Это, допустим, мой взгляд на реальность. А бежевый квадрат, который вы видите, это ценностная система координат. Это взгляд. Предположим, если вы смотрите на какую-то ситуацию, я смотрю на эту ситуацию, мы будем ее видеть по определению, по-разному, потому что у нас совершенно разная, во-первых, не опыт, не что там перечислять, разная система ценностных ориентир. И мы будем выделять совсем не одно и то же. Воспринять всю реальность как таковую, простите, мы не можем. Она будет полностью минтирована. То есть она у нас должна во что-то складываться. А складывается она за счет притяжения. Этими источниками напряжения являются наши домиманты восприятия, то есть наши ценностные ориентиры. Поэтому мой взгляд будет совершенно отличаться от вашего взгляда, даже если физически это будет почти с одной точки сделано, если вы рядом, допустим, сядете со мной. Я уже не говорю про все то, что обычно перечисляется. Различный багаж опыта, различная просто элементарно психосоматическая конституция и так далее. Есть у нас такой замечательный взгляд номер два. Это взгляд другого, но такого другого, который нас ничем напугать не может. Почему? Потому что оно попадает внутрь нашей ценностной системы координат. То есть это другое мнение, которое нам может быть интересно, безинтересно, оно может быть в той или иной степени включено в нашу реальность, в большей, а не меньшей, но ужасающего в нем нет ничего. Для нас это просто чье-то мнение, которое мы либо уважаем, либо не уважаем. Оно нам может быть безразличным. Совсем же другое дело это позиция взгляда номер три. Сама эта точка отчета является для нас невозможной, так как для нее просто нет места в нашей ценностной теме. Но тем не менее, так как на определенном участке нашей миры сопересекаются, то мы не можем не чувствовать присутствия иного взгляда на мир. Однако его основания для нас остаются абсолютными и стяжелыми, и это и вызывает тревогу. Попытка избавления от этой самой тревоги происходит обычно по типу включения через исключение. Но на самом деле это лишь усиливает тревогу. Так как когда тревога становится неосознаваемой, когда она вытесняется за пределы сознания, именно вот тогда она и начинает работать по-настоящему, по полной рукодушке. И именно так и рождается ужасная, как эстетическая категория, ужасная, как манифестация инноватия. В чем, собственно, принципиальная разница между безобразным и ужасным? А это разница между позицией 3 и позицией 2. Позиция взгляда 2 может нами действительно восприниматься подчас как безобразная. Но таких безобразных, в смысле с нашей позиции, с нашей точки зрения, идеалов может быть сколько угодно. Естественно, для взгляда номер 2 его эстетическая позиция держится на прекрасном. Но так как это прекрасно попадает в нашей ценностной сетке координат где-то на периферии, оно может восприниматься нами как безобразно. Может быть как уродливая, может быть как комичная, но это не обязательно так, мы можем это воспринимать и наоборот как идеал. Ну то есть это может как раз взгляд другого попадать в зону нашего идеала, но может не попадать. То есть безобразная, получается, на самом деле находится в пределах нашей ценностной системы координат. Это некая его периферия. А приведу достаточно такой наглядный пример. Когда начинается эпоха романтизма, так называемый первый романтизм в немецкоязычной литературе, появляется выдающийся писатель Навалис, работающий под псевдонимом Навалис, который создает роман Генрих фон Офтерденген. Это у нас самый-самый конец восемнадцатого века. Он закончил работу в восемьсотом году. Так вот, не разбирая всю подоплёвку этого произведения, остановлюсь лишь на одном дружеском писателе. Главному персонажу снится сон, что он в такой причудливой местности находит голубой цветок. Это настолько совершенный цветок, что, в общем, ничего подобного он никогда в жизни и в снах не видит. Это некий идеал. И, возможно, именно с этого момента, с провидения Навалиса, действительно для романтизма голубой цвет, особенно голубой цвет глаз, становится символом эстетического совершенства. И, по большому счёту, эта традиция жила даже по сей день. До этого она практически не встречалась. И, если взять вот такую модель взгляда на реальность и сопоставить её с нашими истоками, с латинской литературой, то есть с литературой древнего Рима, то окажется, что в древнем Риме голубой цвет глаз, столь воспеваемый романтиками, воспринимался как физическое уродство. И голубого цвета глаза в литературе могли быть только либо у Ванвара, либо у комического персонажа. А если он ещё и рыжий, то вообще хрест там. Понимаете, согласен. Так что, вот оно, это не инновытие. То есть, когда мы увидим, что человек с голубыми глазами будет высмеиваться, ничего у нас с нами не произойдёт. Мы подумали, что чудаки римляне. А римляне подумали, что мы чудаки римляне. Но ничего ужасного в этом нет абсолютно. Это просто безобразное, которое действительно, как и писал Аристотель, граничит с конечно. Поэтому, в общем-то, ужасное держится всегда на совсем иных основаниях. Прекрасное – это всегда некая единичная точка, это некий идеал, который организует нашу целостную систему. В данном случае эстетическую самостную систему. В то время как безобразных точек, может быть сколько угодно, это все прекрасные, которые из других систем будут попадать на периферию нашей. Совсем другое дело – это ужасное. Потому что оно должно находиться за пределами. И в каком-то смысле все, что находится за пределами нашей воспринимаемой сетки координат, оно все одно. У него нет локализации. Поэтому в каком-то смысле можно говорить о том, что ужасное имеет так же, как прекрасное свое ядро. Единое ядро. Это не так. Но воспринимается оно нами именно так. Так как то, что не имеет места, имеет одно и то же место. Не имеющее место. Что касательно очень уже приближающейся к ужасному модели, это безобразная, находящаяся на, так скажем, самой-самой-самой пороговой части нашего мира. То, что можно было бы назвать по средневековой традиции маргинальным. Вот, допустим, вот такой вот образ. Когда-то он воспринимался сокровенно. Но позже, уже даже не в наши дни, а речь идет о XVI-XVII веке, почти повсеместно было запрещено. Причем соответствующими указами высшего руководства церкви. Тролицы в таком гонструозном виде, однако и это не есть ужасное. Хотя уже очень близко к нему. Почему? Потому что мы не знаем, как это воспринимать. Это именно сакрально или это отверженно. То есть сакер здесь уже работает. Это очень близко. Это вот прям самая-самая граница. И тем не менее, это не оно. Тревоги здесь еще нет. Просто максимально далеко от нашего современного эстетического идеала, который тем более уже не столь наш, если речь идет о запретах 4-5 вековой давности. Что же касательно ужасного, то в общем-то оно вытекает из позиции взгляда номер 3. Позиция, чья точка отсчета вообще не может быть размещена в нашей системе ценностей, так у нее просто там нет места. И именно это и есть ядро ужасного как такового. Опять же, я изображаю здесь условно некого человека или некую культурную парадигму, но повторюсь, ужасное все, что не входит в этот мир. Можно было бы расширить до бесконечности. Кстати, у меня оттуда есть предположение, исходя из этой позиции, о том, как в бога всего превратился план. Вообще изначально это бог леса, причем весьма специфический такой бог, в русском языке есть слово замечательная паника. Если изначально у него была локализация где-то на пороге полюса, то что выходит за пределы полюса, то что в ближайшем увозримом пространстве, ну наху это все хотели, то очень скоро он становится богом всего. Почему? Да он потому что выпадает за пределы мирозарической парадигмы. А если это взгляд на бытия, то он везде. То есть нигде фактически воспринимается абсолютно так же, как везде. Вот в чем дело. И он, естественно, сильно увеличивается в своих размерах. В наших глазах, естественно. Эту же идею достаточно лаконично выразил Жан-Поль Саарт в известной своей пьесе с закрытыми дверями, такой крылатой уже фразой «Ат – это другие». Я бы добавил здесь, это не просто другие, а это другие с большой буквы. То есть это не просто любой другой, но тот другой, который принципиально отличается от нас. И здесь следует задаться весьма сложными и интересными, на мой взгляд, вопросами. Озвучу их, не обещая, что мы сегодня к ним доберемся. Доберемся, скорее всего, мы будем уже их поднимать на следующие лекции. И тем не менее. Первое. Если ужасно – это сердцевина бытия другого с большой буквы, то каким образом представителем этого инобытия в европейской культуре является фигура двойника? То есть такого же, как мы. Второй вопрос. Как соотносится эстетическая категория ужасного и этическая категория зла? Есть ли между ними параллели? Если же эти параллели есть, а предвосхищая, отвечу, да, они есть, то каким образом в наши дни может существовать эстетическая категория ужасного, когда этическая категория зла, в общем-то, сейчас уже не вонтон даже это употребляет. Понимаем, что категория зла сейчас в том виде, в котором она применялась и понималась в религиозных сообществах, основанных на абсолюте, на идее абсолюта, как тождественного и абсолютно прекрасного и абсолютно благому, в общем-то, сейчас мы понимаем, что зло так не может. Мы все чаще понимаем зло и то, что раньше приписывали к злу, ну, в категориях, допустим, форс-мажора, если речь идет о каких-то катастрофических событиях. Или в категориях иных ценностей, если речь идет о несогласии с позицией нашего оппонента, конкурента, врага, возможно, даже. То есть мы подразумеваем под злым мыслом лишь выгоду чью-то, которая может причинить нам орган. И в этом смысле показательным уже является, наверное, первая половина XX века, когда Люсиан Леви-Брюль еще застал, так скажем, настоящие примордиальные народы, которых не сильно коснулась рука человека, или вовсе их не коснулась цивилизованного, связанного с европейской цивилизацией. И у него, уже не помню в какой из работ, есть весьма такой интересный случай, который ему, конечно, представляется комичным, но комичного у него ничего нет, скорее, подтверждение слов Жижика о первоначальном расколе в бытии. Он приводит следующий эпизод. У вождя племени дикарей спрашивают, что есть абсолютное благо, высшее благо. Он говорит, ну, я покорил земли соседнего вождя племени, убил его и забрал всех его женщин. Ну, здорово. А что есть абсолютное зло? Он, нисколько не смутившись, говорит, вождь соседнего племени убил меня, забрал все мои земли и забрал всех моих женщин. Ну, вот он, первоначальный раскол. Это добро и зло, но это не оппозиция его и вождя того племени. Это оппозиция между ним и тем, как он представляет. Вождя того будет его племени. Вот в чем дело. И мы видим просто плюс и минус на абсолютно одно и то же. Не что-то фундаментальное иное, а просто некое везение и невезение этого самого вождя. Но если мы встанем на позицию того, что зла не существует, а существуют только разные мнения, разные выгоды и так далее, то как возможно существование ужасного как эстетической категории на протяжении многих веков тесно сопряженной со злом? Тем более, что мы видим со всей определенностью, что эта эстетическая категория все больше и больше набирает обороты именно в нашей. Наверное, начиная с эпохи романтизма. То есть эстетизация разрушения – это, в общем-то, эстетизация, которая появляется именно в эпоху романтизма. Не надо за примером далеко ходить. Возьмите просто творчество того же Каспара Давида Фридриха. Посмотрите, какое большое количество там руин. Причем руины, как правило, изображаются уже не античные, а руины храмов относительно недавно, христианских. Это именно не некая аллегория окружения языческого мира, а это именно в эспероне разрушение, дематериализация. В это же время появляются готические романы, готические рассказы, новеллы и романы в том числе. Чуть позже появится литература ужаса. И все идет только на крыше. В наши дни это нисколько не сворачивается, только набирает свои обороты. То есть, получается, именно тогда, когда, по большому счету, в категории зла, как абсолютном начале, начинают сомневаться, именно тогда и запускаются механизмы наиболее успешного функционирования ужасного, как такового. Любовыкно. Например, приведу просто такое сопоставление. Мы все привыкли, что там дьявол, то есть абсолютная неблагость, зло выражается как-то очень и очень страшно, не антропоморфно, в зверином обличье, ничего подобного. Одно из самых, возможно, самое древнее изображение дьявола. Это страшный суд, это аллегория страшного суда. То есть здесь стоит с правой стороны от Христа, естественно, ангел, олицетворяющий праведников. Естественно, доктрины чистилища еще в помине нету. И здесь, соответственно, паства в виде белых овец, на которых указывает Христос. Левая его рука скрыта, ибо он ее не протягивает неправильно. Там овцы бедистые такие, запятнавшие себя грехом, и именно там и стоит ангел по имени Сатана. Единственная деталь, которая позволяет указать на то, что это воплощение зла, то, что у ангела, как у Христа, тот, который стоит с правой стороны от Христа, у них руки и ноги живые. Они цвет кожи, в то время как у Сатаны и руки и ноги синего мертвенного цвета. Одна единственная деталь, указывающая на то, что перед нами является фигура, в общем-то, неблагая. Ну, не будем забывать о том, что это у нас шестой век, и, в общем-то, в латинском мире синий-голубой – это цвет презирания. Да, его использовали в цирке на ипподроме, чтобы отличать легко было колесниц. Но так, чтобы кто-то восторгался, как это будут делать романтики, нет, конечно. Это вайда, это цвет вар-вода, германских приемов. В ранней истории христианства, в общем-то, ничего ужасающего в враге не было. Вы можете, конечно, вспомнить всевозможные апокалипсисы, самые известные из них. Апокалипсис, приписываемый Иоанну Патмосскому. Да, можно вспомнить. Только нужно тогда вспоминать вообще-то нахуй. Не только евангельские и включенные в Новый Завет тексты, но и то, что им предшествовало. Вот это у нас образ зла в абсолютной его форме, да? Ну, в общем, ничего особенного такого ужасающего там нет. Есть просто не антропоморфная фигура. А вот это образ абсолютного блага, да? Это верхова, изведение богового языка. Это колесница Господня, простите. Вот это Бог, это Дело. И то, и другое выражено в очень близких образах. То есть это просто то, что выходит за пределы нашей реальности. Обыдельной. Как раз так и функционирует слово Сакер. И тут, и тут можно было бы его применить. Это священное, то, что обращает священный трепет. А это инфернальное, то, что тоже обращает священный трепет. Мог бы, если бы времени было чуть больше, найти изображение, ну, поверьте мне на слово, огромное количество есть антихристов с изображением нимба. Потому что, не значит, что он свят, это значит, что нимб олицетворял собой некую великую силу. С нимбом, например, ирод мог изображаться, в котором тоже свят святого в родном море. Но он занимает царский престол, и нимб олицетворяет собой ту силу, которой он обладает. То есть, в данном случае, не является знаком святости, а является знаком силы. Ну, естественно, у святых он становится знаком духовности. То есть, получается, здесь мы имеем дело совершенно с уникальным явлением, с явлением, по сути, перехода одного явления в свою противоположность. Это называется энантиадромия. Когда, двигаясь очень долго в неком одном направлении, мы оказываемся прямо противоположны. Видим неразличимость между инфернальным миром и божеством. Как мне кажется, полностью, тем не менее, отделить ужасное и этическую категорию зла неправомочно. То есть, когда мы говорим о том, что здесь нас тоже ужасает это видение, а в Библии, в Ветхом Завете, то есть, в Танахе употребляются фразы о страхе Господнем, нужно понимать это правильно. Это не значит, что Бог сливался со зла. А это значит нечто совсем другое. Гнев божества, страх перед карающей дланью Господней, понимался не как то, что она синонимична сатане, а как то, что мы вызываем на себя этот гнев, сливаясь со зла. Вот в чем дело. Это удвоение страха. То есть, с одной стороны, есть страх перед инобытием чего-то ужасающего, то есть, в христианской культуре это ужасающее персонифицировано тем более сатаны. С другой стороны, мы имеем нечто прямо противоположное. Когда, не имея возможности сомневаться в благости божества, мы как бы отзеркаливаем проекцию зла, и она попадает назад на вас цену. И тогда карающая рука Бога по-прежнему выполняет благую функцию, но удаляет панк. Это очень, на самом деле, сложная процедура удвоения страха. И попробуем с этим чуть глубже разобраться. Несмотря на суеверный страх перед фигурой Рукава, князя Тьмы, весьма обильно представлены в христианской литературе, на фресках, на соборах и в книжных миниатюрах. Несмотря на то, что его боялись, несмотря на то, что он вызывал столь оживой отклик, тем не менее изображений ада, сатаны и демонов, их, в общем-то, просто колоссальное количество в христианской литературе. И, в общем-то, в Европе может быть чуть больше, но в православной, ортодоксальной церкви этого тоже хватает. Хотя они там изображались и мрачи. Чаще всё-таки не рога, а такой, как бы, хохолок на голове, который олецетворял адский рог. И интерес такой к аду и врагу, рода человеческого, объясняется не столько порочностью людских душ, сколько той целью, ради которой ужасающий, я даже сказал, образ сатаны был создан. Несомненно, изображение дьявола воспринималось в христианской теологической традиции прежде всего как аллегория зла. Но зачем же абстрактную категорию неблагости потребовалось переводить в столь омерзительные и в высшей степени конкретные образы? Ответ на этот вопрос, на самом деле, очень простой. Страх. Ни для кого не секрет, что образ дьявола использовался в церкви в педагогических церках. Страх ада и дьявола способствовал тому, что в народе многие удерживались, или предполагалось, что удерживались, от совершения особо тяжких преступлений. Таким образом, дьявол стал своего рода воплощением меча Господня, что, на самом деле, очень и очень плохо согласуется с христианской доктриной. А в восточной церкви вовсе считается ельцией. Но, так или иначе, именно эту позицию дьявол занимает в нашей культуре. Его боялись, а значит, он был реален. Если считать за реальность то, что является действенной силой. Дьявол всегда толковался как враг. А это значит, что есть и некая противоположная ему сторона. Нельзя же враждовать и самим с собой. Знаете, какая-то оппозиция. И именно в этой своей ипостаси, ипостаси врага, дьявол и является опулакетом Бога. Это еще одна форма утверждения бытия Бога. Но вот что интересно. Богобоязненный человек боится того, что страх угрозы его жизни или страх мучений сломят его. Человек балансирует между страхом не нарушить заповедь Бога и страхом перед теми реалиями жизни, которые разверзаются перед ним по воле князя мира сего. То есть, боится под пытками, предать друзей или близких, боится отказаться от Бога перед страхом смерти и так далее. Примеров может быть миллион. Здесь и происходит удвоение страха. Страх перед страхом. Который, соответственно, вызывает вполне нормальную ряду. Третью фазу страха. Все, цикл запулзан. И это, на самом деле, абсолютно дьявольский механизм, потому что этот механизм, по сути, очень близкий к формированию невроза. Появление дьявола, выведение его фигуры с педагогической целью. В 19 веке это дойдет, в общем-то, до предела возможного. То есть, если вы хотите сообщить некую информацию, но вкладывать ее в уста джентльмена, ну не в Антон, ну кому вы ее отдадите? Понятно, что дьявол, вот он ее и скажет. А раньше, в общем-то, было примерно то же самое. Это своего рода специфическая форма, в кавычках, апофатического утверждения Бога. Потому что это не имеет к апофатическому богословию, конечно, никакого отношения. Но это отрицательное утверждение обытия Бога. Но она, оказалось, несет в себе такая позиция, скрытую угрозу, которую, в общем-то, отследить изначально было невозможно. И это тоже форма ужасного, как и на бытие. То есть, мы выставляем им позицию благо божества, совсем амплификационным рядом ему причитающимся, да, с законом, и чего-то противоположного, врагам, совсем причитающимся ему амплификационным рядом. Но враг влечет за собой не просто то, что вы перешли на его позиции, не просто враждующий армию, он влечет за собой вечные муки. То есть, вы боитесь, а, вечных мук, но вы боитесь страха перед Богом, того, что вы не выдержите страха и отречетесь от него. И это порождает третью фазу страха. Страхом порождает страх. Все, невозможно замкнулся. Вот это проявление статистической категории, ужасного, очень тесно смыкающейся с этикой. По сути, мы проявить между ними различие уже не можем. Вот эту третью волну страха никто не предполагал, а там появляется как некий взброс. И она, естественно, появляется со стороны. Она проявляется не со стороны взгляда другого, который мог бы кем-то быть персонифицирован. Она проявляется со стороны просто естественного функционирования, в том числе и нашего языка. Естественно, так скажем, языковые структуры, которые я бы, на самом деле, и отнес к бессознательному, я не очень верю в бессознательные языка, они и могут порождать те точки, которые нами тоже будут восприниматься как кедра чужого взгляда. То есть язык функционирует независимо от нас. Мы можем частично им пользоваться, но его значения, пересечения слов, их сопряжения, они независимы ни от кого конкретного из людей. И это тоже инопытие. И вот оно, пожалуйста, сказывается весьма интереснейшим образом крестьянской культурой. Приведу вам еще два таких ярких примера, я бы даже сказал театральных примера, которые разворачиваются в самый расцвет эпохи Просвещения, когда вольнодумцы рассеивали предрассудки, проливали свет, так сказать, истины на заблуждение и ошибки прошлого. И в самом сердце Просвещенческого проекта во Франции появляются два феномена, которые буквально взорвут данные начинания изнутри. Первая из них – это книга известного богослова Антуана Августина Кальме. Она называлась «Трактат о явлении духов и о вампирах или призраках». Книга создавалась прямо в середине XVIII века, была закончена в 1951 году. В этом трактате впервые подробно описано существование вампира. До этого фактически не управляем. В каких-то мифологиях можно найти аналогичные существа, но та мифологема вампира, которую мы сейчас знаем, складывается именно вампира. Второй случай, который я вам приведу в качестве примера – это, возможно, самый запутанный и таинственный прецедент в истории Франции, связанный с нападением животных на людей, который обрел свою плоть и кровь под именем живоданского зверя. Начнем с первого примера. Трактат Кальме заставил усомниться в своих просвещенческих взглядах даже Вольтер. В сочинении «Философский словарь», который выходит, публикуется примерно на 10 лет позже, чем трактат Кальме, чуть позже, в 1964 году, Вольтер под влиянием Кальме писал, что вампиры – это ожившие мертвецы, которые выходят из могил, чтобы пить кровь живых. Я вам читаю фрагмент из философского словаря Вольтера. Понимаете, да? Всю прелесть ситуации. Далее Вольтер пишет. «Из-за этого живые постепенно угасают, а вампиры, напротив, набирают силу». То есть еще не было того, что вампир сразу возросло. Он постепенно возросло. Вся эта мифология, развернувшаяся в таких объемах, которые сложно себе даже представить, была связана прежде всего со случаем Арнолута Павле, в случае начала 18 века, который якобы был укушен вампиром, скончался, но после стал приходить в свою деревню и последовательно убивать тех, кто там жил. После этого прецедента, подробно описанного, поваренный страх вампиров охватил не только всю Европу, но сообщения о нападении вампиров разносились даже на территории Нового Света. Люди выкапывали мертвецов, вырывали у них сердце, сжигали трупы. И это безумие длилось достаточно большое количество времени. Повторюсь, речь не идет о каких-то предрассудках, связанных с деревенщиной, с самым непросвещенной частью населения. Речь идет о том, что о них вполне подробно пишет Вольтер, которого мы считаем едва ли не отцом просвещенческого проекта как такового. Вот это, простите, и есть энантиадромия. Если очень долго, прямо не учитывая никакие условия идти вперед, то мы придем назад. И словно мстя за эти самые плоды просвещения, коллективное бессознательное его бифо-творчество буквально порождает чудовищные фантазии, в которые, ну просто даже сложно поверить, что столь большое количество образовывающих людей на полном серьезе и занимались всем вот этим. Но если в случае с нашествием, в кавычках, вампиров, естественно, в Европе 18 века ничего, кроме рассказов и отдельно взятых случаев, просто смерть людей, обычной смерти, других доказательств не было, это именно колоссальное бифо-творчество, захватившее умы людей того времени, то вот в случае со вторым примером все намного интереснее. Потому что доказательства в нем буквально падали с неба в таких количествах, что уже не знаешь, как их поменьше ждут. Как их прибрать, эти доказательства. И самое важное здесь то, что этот второй пример, именуемый живоданским зверем, работает, действует в то самое время, когда том за томом выходит энциклопедия или толковый словарь наук, искусств, ремесел тянет и драк. В этом же самом месте, во Франции. В чем интересен этот случай? Он демонстрирует и на бытие во всей своей полноте, во всей своей красоте. Живоданский зверь появляется в 1764 году в провинции. Живодан, которая дала ему имя. В этой истории изумительно все. В качестве своего мрачного следа, зубами и когтями, он оставил свои метки более чем на 50 людях и примерно полторы сотни унес в могилу. Тут свидетельств слишком много. Несмотря на то, что чудовище в итоге трех летних поисков было обнаружено и убито, что это было за существо, сказать с определенностью невозможно. Большинство очевидцев описывали его как странного волка, чрезмерно больших размеров. Однако, у него был большой длинный хвост с кисточкой, как у льва. Все сходятся на том, что у него были выдающиеся вперед клыки, выступающие за пределы челюсти. Шерсть хищника была пятнистой, рыжий с темными пятнами или полосами. Врачи, описывавшие тело убитого хищника, свидетельствовали, что у него была весьма причудливая мембрана на глазах, а его голова была непропорционально крупных размеров. Нападал он на своих жертв еще более странно. Поднимаясь на задние конечности, он наносил сокрушительные удары передними. Для волка это очень странно. Зверь не реагировал на скот, а нападал именно на людей, проявляя при этом поистине демоническую смеку. Ему удавалось избегать любых капканов, расставленных сотнями подруги. Не съесть отравленного мяса и не попасться под оплавы, которые постоянно организовывались, в том числе на государственном уровне, с сотнями задействованных людей. Не желая порождать каких-то лишних мифов и так окружающих эту историю со зверем, я все же хотел бы остановиться на том интереснейшем моменте, который позволяет, если не увидеть эту историю глазами и на бытия, то по крайней мере показать возможность флуктуации культурной парадигмы. То, как в эпоху борьбы за материализм и рациональное мышление, словно бы сам мир, пытается доказать нечто прямо противоположное. Начать повествование этой истории лучше всего с ее финала. В 1767 году охотник Жан Шастель убил зверя, после чего нападение прекратилось. Шастель завидел свое лужи серебряными пулями, будучи убежден, как и многие другие, в том, что охотится на оборотня. Зверь вышел к Шастелю, когда тот сидел на поляне и читал священное писание. Зверь не нападал на Шастеля, а просто дал себя убить. Шастель выпустил в чудовище серебряную пулю, успел перезарядить ружье, не забываем 18 век, это долгая процедура, и выпустить в него еще одну, ту самую, которая его любила. Казалось бы, в этом на самом деле нет ничего особенно странного. Ведь обычного волка тоже можно убить серебряной пулой. Разницы в Виталии здесь никакой нет. А то, что существо, до этого проявлявшее сверхчеловеческую сноровку, здесь не среагировало, можно объяснить теми многократными ранениями, которые, возможно, ослабили его инстинкты. А существо, которое было обнаружено, в нем было очень много пуль, то есть в него попадали очень часто. Другое дело, что он всегда выживал. Но вот что интересно. У Жана Шастеля были сыновья, также принимавшие участие в охоте на зверя. Однако, история была бы, в общем-то, обыденной, если бы не одну. Одного из его сыновей звали Антуан, чья история заслуживает внимания. Когда из-за драки между братьями, сыновьями Шастеля Антуаном и Пьером, их отлучили от охоты на зверя, и более того, по решению власти мущих, отправили на несколько месяцев в тюрьму с самим Шастелем добычи. Никаких нападений зверя не происходило. А вот только их выпустили из тюрьмы, и они вернулись назад в свои родные края, нападения хищника возобновились. Как свидетельствуют источники, Антуан жил отдельно от своих родных и дрессировал животных. Он был большим мизантропом и почти ни с кем не общался. Задолго до этого он был похищен пиратами и много лет провел в Африке. Каким образом ему удалось оттуда выбраться и вернуться на родину, а также что он мог привести с собой, неизвестно. Зато известно другое. Что после убийства Жаном Шастелем, живоданского зверя в 1767 году, его сын Антуан бесследно исчез. Еще более примечательным является факт, что Шастель убил хищника только после случая, когда монстр загрыз дочь его близких и знакомых. До этого момента зверь все время по какой-то причине уходил от преследователя. Эта история буквально воплощает в себе основное ядро ужасного. Флуктуацию самых инфернальных смыслов, порождающих множественность. От теории заговора до мифов об оборотнях и реликтовых существах древнего мира и так далее. Остановиться на какой-то одной версии данного случая сейчас, увы, невозможно. И будет невозможно с большой долей вероятности и впредь. Но в данном случае я бы хотел сказать о чем-то совершенно ином. Этот миф демонстрирует нам особую специфическую функцию. Ужасно. Его роль. Когда мы пытаемся его проинтерпретировать, то есть из описанных мной событий сделать некий один вывод. А вот это было так. Мы выступаем в роли того, кто применяет логическую процедуру включения через исключение. Мы пытаемся вобрать это инобытие в понятную нам реальность. Для кого-то это может быть какая-то реальность иномируя, что это явно фигура обухоня, допустим. Для кого-то это может быть явно обозначено фигурой заговорщиков, которые просто хотели подорвать царскую власть. При инцидентах миллион и, в общем-то, большинство серьезных исследователей, которые занимались этой темой, стоят на этой позиции. Многие ученые, которые привыкли доверять медицинской экспертизе, в то время она уже на что-то была похожа. Это все-таки середина 18 века. Существом наличествовало, с ним работали ученые, убитое естественное существо. Есть описание, ни во что не складывается. Многие поднимают вопрос о неких реликтовых существа. Мы не будем забывать, что там еще Иван Грозный охотился на львов. Жили они не в Подмосковье, но на юге России. То есть не было это африканским хищником. Но каждая попытка исчерпать инобытие и включить его в нашу систему ценностных координат приводит, на самом деле, к запусканию механизма тревоги. Здесь работает всегда один и тот же механизм. В книге Хайдеггера и Евреи Леотар совершенно гениально определяет, как функционирует невроз. Невроз появляется тогда, когда человек пытается избавиться от невроза. Здесь как бы хронологическое время не работает. То есть закольцовано, потому что мы, пытаясь избавиться от него, верифицируем его появление. Все. Круг замкнулся. И, конечно, избавиться от него будет уже невозможно. И здесь то же самое. Попытка изжить ту тревогу, которая вызывает у нас контакт с инобытием, с флуктуациями смысла, оборачивается логическая процедура включения через исключение, но именно тогда тревогой начинает функционировать полностью. До этого она лишь намекала на возможность своего появления. Таким образом, эти истории демонстрируют то, как запускается ужасность. Ужасность – это не просто инобытие, хотя, безусловно, оно. Но пока мы можем выдерживать вот это напряжение множественности, можем выдерживать его, не пытаясь дать однозначный ответ, то, как Юн говорил, что зрелость человека определяется тем, насколько много он может выдержать неопределенности. Да. Пока это для вас неопределенность, это лишь вероятность тревоги. Как вы только даете ответ, то есть включаете это инобытие в свою реальность, как приюльное явление, вот тогда от тревоги вы уже не избавитесь. И вот тогда и начинает со всей определенностью функционировать эстетическая категория ужасного, которая действительно нас может потрясать, действительно на нас может производить колоссальное воздействие. Понятно, что произведения искусства оказывают на нас воздействие не сами. Сколько бы вы не изображали что-то на картине, или не писали что-то словами, или не выражали музыкальными звуками, оно может оказывать на вас воздействие, только если оно у вас уже есть. Художник может лишь сделать некий крючок, на который вы повесите свой тревог. Он может ее выявить, но, допустим, в музыкальных звуках понятно, что никаких эмоций быть не может определить. Где они там? Покажите. Они создают контекст для того, чтобы вы раскрыли свои танцы. И, естественно, эстетическая категория ужасного предполагает наличие тревоги на бессознательном уровне у вас. Иначе она не работает. А если у вас эта тревога есть, то говорить о том, что когда мы смотрим хоррор или читаем литературу ужасов, нам на самом деле ничего не угрожает, это не совсем так. Это некая метонимия происходит. Некая замена одного сторона другим. Но боимся мы на самом деле и вполне реальных вещей. Но других не тех, о которых читаем. Вот в чем дело. То есть, получается, эстетическая категория ужасного функционирует в искусстве по принципу замещения уже имеющегося, но неопознанного, неосознаваемого страха другим, который, в общем-то, локализован в чем-то вполне как-то. В произведении искусства он выражается теми образами, которые включены в это произведение искусства. На сегодня, я думаю, у меня все, потому что дальше мы пойдем о двойнике, о фигуре двойника, ибо это самый сложный из оставшихся таких фундаментальных вопросов, потому что потом мы пойдем все-таки по кинематографу, связанному с эстетикой ужасного. Это будет немножко проще воспринимать. Почему двойник это столь сложно? Потому что все, что я показал сейчас, оно так или иначе, в общем-то, уже было озвучено, может, не столь определенно. Я сегодня позволил себе достаточно большой объем текста читать. Это, собственно, та книга, которая сейчас находится на верстке. А пока что это все-таки с абсолютно новыми целями. Вы слышите даже раньше, чем первые, кто куда-то крикал. Но вот что важно. Фигура двойника, она тождественна нам. Почему она тоже попадает в эстетическую категорию ужасного, и что может двойник прояснить для нас в этом концепте? Потому что, на самом деле, я считаю, как раз двойника самым сердцевинным, самым ядром эстетической категории ужасного в европейской культурной парадигме. Поэтому в следующий раз у нас будет двойник. Мы уже обратимся в кино. Я покажу вам на примере сюжета пражского студента, как функционировал в европейской культуре это мифологема. И разберемся с тем, в общем-то, чем является, чем может являться зло в современной нам реальности. Сегодня на этот вопрос я не ответил. Просто я хочу этот вопрос исчерпать целиком, а не где-то на середине его запилить. Это, ну, в общем-то, будет плохо. Есть ли какие-то вопросы по сегодняшней лекции? Нет? Все понятно? Хорошо. Ладно, тогда давайте до следующего раза. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.